Саха нефтегазбыт повысил цены на бензин, рост составил 2%. На этот факт население, понятно, отреагировало довольно резко. Отчасти потому, что цены на бензин перешагнули за психологический барьер 50 рублей. Как компания объяснила принятое решение, в вопросе разбирался Юрий Осипов. Как нам объяснило руководство компании, очередное повышение цен связано с общей концепцией ценообразования предприятия и ростом цены топлива у поставщиков. Сегодня повышение на автозаправочных станциях столицы республики составило примерно 1 рубль на литр топлива. Таким образом, литр дизельного топлива отныне стоит 51 рубль 20 копеек. Цена 80-го составит 35 рублей. Цена 92-го поднялась до отметки в 50. 95-го до 50 рублей 80 копеек. И 98-е теперь стоит 51 с половиной рубль. Изменение цен на топливо не могло оставить равнодушными якутских автолюбителей. Как надо сказать. Нехорошо. Очень дорого становится все это. Еще, видимо, будем пешком ходить, либо на велосипедах ездить. Но реально накладно становится. Это в зависимости. Если будут поднимать, допустим, зарплаты, то пускай и бензин поднимать одновременно. Тогда без разницы. А то так поднимают, а зарплаты стоят. Или же пенсионеры пенсию поднимают на 5 рублей, а бензин поднимают на 10 рублей. Вообще кошмар. На карман дают постоянно. По словам руководства Саха нефтегазбыта, система ценообразования устроена так, что изменения происходят три раза в год. В начале года, 1 января, в связи со сменой тарифов, в том числе у энергоснабжающих организаций. Также в связи с установлением новой снабсбытовой надбавки для компаний, которая действует в течение всего года. Второе изменение происходит 1 июня. Это связано с заключением основного пакета договоров на навигационный период. Последнее изменение приходится либо на 1 октября, либо на 1 ноября. Как правило, оно носит корректирующий характер. Большим фактором, влияющим на цены на территории республики Саха-Якутия, является, конечно же, огромная нагрузка кредитная. Этот вопрос касается не только компаний Саха нефтегазбыта, этот вопрос касается практически всех компаний, действующих на территории республики Саха-Якутия. Вот кредитный портфель и тот объем процентов, который мы платим ежегодно в банке, составляет примерно 1 миллиард рублей. Повышение цен вызвало желание общества бойкотировать автозаправочные станции Саха-Якутия. Руководство компании выражает мнение, что это вполне нормальная реакция и в свою очередь считает, что автолюбители вольны выбирать компанию сами. По их словам, на функционировании компании это никак не отразится. Юрий Осипов, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.